И опять валы, взгорки, снег да ёлки с двух сторон. Едет дальше Вася Тёркин. Это был, конечно, он. Актера и режиссера Сергея Никоненко в библиотеку пригласила Марина Андрианова. Она, признается, за успешность творческого вечера, сильно переживала. Однако чувство юмора известного актера и давнего друга семьи её приободрило. Я поделилась с Сергеем Петровичем, когда мы ехали сюда на машине. Я говорю, ну вот, зрители, конечно, так хотят вас видеть, да, так вот ждут встречи. Он говорит, человек 12-то будет? Я говорю, ну конечно будет. Он говорит, 14. На творческий вечер пришло гораздо больше людей, знающих Сергея Никоненко как замечательного актера. Познакомиться поближе с его творчеством, увидеть не с экрана, а вживую задать вопросы, позволила эта встреча. Сергей Петрович лично на меня, как человек и как актер, произвел невероятное впечатление. Это просто неизгладимое, я думаю, оно останется навсегда. Настолько тонкая манера читать стихи, настолько, видимо, у него добрая душа, настолько он глубокий человек. И из его рассказа мы это почувствовали. Помимо чтения стихов, Сергей Никоненко рассказывал о своих любимых ролях в кино и историях из жизни. Публика с живым интересом слушала актера. По словам заместителя директора Центральной библиотеки Елены Рогозянской, это один из самых запоминающихся творческих вечеров. Появление Сергея Никоненко в принципе в городе видно, это уже очень примечательное событие. А для библиотеки действительно очень большая честь принять у себя актера такого уровня. Накануне встречи из-за длительного перелета актер мало спал, но даже усталость не позволила ему отменить творческий вечер. В ходе встречи Сергей Никоненко смог тонко поймать настроение публики, которая отблагодарила его радушным приемом. Вышел на сцену, уже тебе не должно ничего интересовать, есть публика. Замечательная, умная. Я говорю, сколько я видел, сколько за мной повторяли стихи, по артикуляции я это заметил. Начитанная публика. И у такой публики получить хороший, добрый прием, это очень престижно. Зрителям творческая встреча с актером точно запомнится надолго. Однако Марина Андрианова не исключает приезда и других знаменитостей в Центральную библиотеку. Это Аристарх Евгеньевич Ливанов, возможно, это Сергей Трофимов, наш певец, возможно, это будет Александр Розенбаум. Ну, пока обещать ничего не могу. Давайте поживем, увидим. В конце мероприятия все желающие смогли сфотографироваться с актером и взять у него автограф. Счастливые улыбки зрителей, получивших поток ярких эмоций, говорили только об одном. Творческий вечер удался. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.